Сразу представлю гостя в студии Евгения Очкасова, ректор клиники медицинской реабилитации, доктор медицинских наук, профессор-академик. Евгений Евгеньевич, благодарю, что нашли время в плотном графике прийти к нам в студию, здесь с нами. Напомню слушателям, второй Абхазский медицинский форум проходит Сухуми, он будет проходить два дня вместе с абхазскими медиками и учеными. В нем участвуют российские специалисты, а также представители Приднестровья и Южной Осетии. С Евгением Евгеньевичем будем говорить о том, как взаимодействуют российские и абхазские медики в вопросах реабилитации. Мне кажется, Евгений Евгеньевич, на открытии форума президент Сламбжань обозначил цель форума. Он говорил о том, что мероприятие должно объединить представителей органов здравоохранения и врачей для того, чтобы обеспечить оказание гражданам качественной медицинской помощи. Как вы оцениваете эффект от таких встреч специалистов такого уровня? Знаете, я хочу сказать, что этот форум вообще уникальный. И уникальный не только для Абхазии, он вообще уникальный для региона. Потому что впервые на этой площадке собрались не только врачи, а собрались руководители соответствующих ведомств. Сразу четыре министра собрались. И здесь обсуждаются вопросы не только практического характера, но и стратегические вопросы взаимодействия. И то, что форум медицинский открыл президент страны, конечно, это подчеркивает приоритетное направление вообще социальной политики государства как раз в сторону охраны здоровья граждан Абхазии. Вот это вот обращает на себя внимание. В Сухуми побывал министр здравоохранения. Вот как раз то, о чем вы говорите, министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече с президентом. Он рассказал о помощи, которую оказывают российские коллеги. Оказывали и продолжают оказывать. Тема реабилитации во многих сферах в Абхазии пока в зачаточном состоянии. Я думаю, что вы уже успели с коллегами пообщаться. Вот какой вы видите вообще реабилитацию в Абхазии? Как развивать? Какую помощь российские коллеги в этом вопросе могут оказать? Знаете, я как раз хочу сказать, что сфера реабилитологии в Абхазии, она даже, наверное, впереди других отраслей, возможно. Знаете почему? Потому что именно в области реабилитации было создано первое общество врачей Абхазии. Именно как раз реабилитологи объединились. Создана была в позапрошлом году общественная организация. Я могу ошибиться точно в ее названии. Не так давно, да, это все появилось. Да, да, Абхазское общество реабилитологов, помню, если я не ошибаюсь. И именно это общество выступило соорганизатором первого Абхазского медицинского форума. Это очень важно. Реабилитологи подняли этот вопрос. И я как завидающий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации это, конечно, приветствовал. И уже к нам, например, в Сеченский университет в Москву поступают пациенты на реабилитацию из Абхазии. Это уже практически вопросы, которые реализуются. И прошедший первый форум абхазский медицинский, он заложил большие основы сегодняшнего дня. То, что тогда обсуждалось, сегодня реализуется. Обсуждались вопросы оказания медицинской помощи гражданам Абхазии, соответственно, полюсам обязательного медицинского страхования. Сегодня движение началось, сегодня оказывается помощь, поступают пациенты в клиники и Москвы, и Санкт-Петербурга. Оказывается помощь. И очень важно, чтобы это не только пациенты ехали в другие города, чтобы здесь помощь оказывалась, чтобы здесь развивалась. В Абхазии медицинская реабилитация, я вот говорю за медицинскую реабилитацию, и в этом плане мы вот начали так вот плотно работать. Мы сейчас вот привезли обучающие материалы, руководство, там книги, подарим, соответственно, обществу реабилитологов. И запланированы мастер-классы, и сегодня уже консультируют профессора, реабилитологи в клиниках в Сухуме, консультируют, дают мастер-классы вместе с врачами абхазскими, осматривают пациентов. И в течение года тоже был плотный контакт, и наши специалисты обсуждали татьку лечения, ведения пациентов. Поэтому такая работа начата, ведется, будем ее развивать. Евгений Евгеньевич, Абхазия претендует на роль одного из лидеров вообще в курортной медицине, учитывая советский опыт, природный потенциал. Сейчас, конечно, до этого далеко, но, тем не менее, вот такие амбиции у нас есть. Насколько это интересно и востребовано, как вы видите, с точки зрения такого взаимного интереса? Я полностью поддерживаю это направление, и даже на первом Абхазском медицинском форуме. Отмечали? Я это отметил и сказал, что Абхазия претендует на роль лидера в этой области, в регионе. Это действительно так, потому что в Абхазии сложилась уникальная ситуация. При действительно таком уникальном природном ресурсе имеется ситуация, что сохранилась природа. Вот даже посмотреть соседний регион Сочи, ну, с моей точки зрения, все-таки там очень активно развивается индустриализация, и вот этот вот задел природный, как ресурс лечебный, он начинает немножко страдать. Абхазия, конечно, здесь находится в выигрыше. Сегодня на форуме обсуждали как раз эту проблему, что стоит задача развития санаторно-курортного направления, создание санаториев. И я понимаю, что и руководство государства видит такой большой ресурс в этом, и настроено развивать это направление. Это очень важно. Я знаю, что в Абхазии есть уже много частных таких гостиниц, имеющих медицинскую лицензию, оказывающих медицинские услуги. Ну, конечно, это еще не системно, и нельзя назвать такой санаторно-курортной отраслью. Но если это будет развиваться... В зачаточном пока состоянии... Частные, небольшие есть такие вот гостиницы, которые имеют медицинскую лицензию, оказывают какую-то часть услуг. Но если это будет выстроено на поток и будет развит медицинский туризм, вот тогда мы будем говорить о развитии полноценной медицинской санаторно-курортной отрасли. В советское время это была здравница всего Советского Союза была Абхазия. Мои родители ездили сюда, надо все устанавливать. Потенциал есть, а с точки зрения вот интереса именно российских туристов к краю? Я считаю, что интерес очень большой. Я вот сейчас у вас нахожусь как гость, как член делегации на форуме, но я уже с 2010 года практически каждый год езжу в Абхазию отдыхать. И мои друзья многие ездят. И интерес очень повышается. Я вот вам абсолютно точно скажу, мы общаемся с коллегами. И кто-то либо планировал, либо уже был в Абхазии. Поэтому интерес большой. И россияне с удовольствием ездят и будут ездить в Абхазию. Приятно, конечно, это все слышать. Очень много вопросов хочется вам задать, но в рамках проекта нашего эфира не все могу успеть, поэтому пользуюсь случаем. В одном своем интервью вы говорили о том, что мы стали меньше двигаться. И что нам для этого нужно делать? И вы рассказывали о том, что какие-то минимальные нагрузки нужны человеку. И вот с учетом вот этих особенностей нынешних потребностей реабилитации, она увеличивается? Сейчас мы говорим о движении как в важном факторе сохранения здоровья. Потому что реабилитация это уже когда заболел и хочешь установиться. Нам надо вообще не допустить себя до болезни. Поэтому, конечно, очень важно двигаться, правильно двигаться, активно двигаться. Вообще, малоподвижный образ жизни это бич современного человека. Поэтому мы должны быть в этом плане активнее. Дети, к сожалению, сейчас увлечены не футболом на улице, а играми в компьютере, просмотром телевизора. Ну вот и на моем примере работа радиоведущего тоже. Вот, поэтому мы должны немножко приоритеты расставлять и ценности вот именно такие прививать в плане любви к движению, к подвижным играм и у детей. Это все важно. И для пожилых важно двигаться. А реабилитация это уже другой совсем аспект. Если человек заболел, он должен, конечно, реабилитироваться. Здесь без врачей не обойтись. Тут надо, конечно, с врачами. И я знаю, что в Абхазии очень такие мотивированные реабилитологи, я должен сказать. Вот мы проводим в Москве форумы, они регулярно приезжают, участвуют на наших конференциях в Москве. И это дорогого стоит, что люди заинтересованы, хотят учиться, выезжают, в контакте находятся с российскими врачами. Это стало вот буквально, должен сказать, ну последние, честно скажу, года три. До этого, вот я такого не наблюдал, а сейчас регулярно участвуют в наших форумах, поэтому я очень рад и поддерживаю. Ну и потребность у людей есть в такой реабилитации. Конечно, конечно, обязательно. Вы говорили тоже в одном из своих интервью о том, что вот сейчас популярна такая ходьба у нас тоже, если вы на набережной видели, вечером люди стали так активно выходить, дышать, двигаться. Но ходить нужно в определенных местах, не просто там прогуливаться. Вот я обратила на это внимание, хотя раньше думала, что важно двигаться и неважно где и каким воздухом, может быть, ты столько дышишь. Конечно, я говорил, надо двигаться, ходить, конечно, надо набирать там количество шагов. Считается, что мы должны набирать около 10 тысяч шагов в сутки, да, как минимум. Ну, это у кого получается, у кого нет. Но есть технологии сегодня двигательной активности, которые надо использовать. Например, скандинавская ходьба. Вот в Абхазии это не развито. Я нигде не видел, чтобы люди ходили с палочками. Единицы. Да, но я не встречал. Но это очень популярно в скандинавских странах. В Канаде, в Австралии я был. Все пользуются, ходят. В Москве, в России это уже разное движение. Поэтому это полезно, особенно для лиц старшего возраста. Это помогает разгрузить суставы, улучшить тренировку сердечно-сосудистой системы. Поэтому я бы рекомендовал такую технологию развивать. Будем этим заниматься вместе. Евгений Евгеньевич, вы говорите, что наши реабилитологи активно с вами сотрудничают последние несколько лет. Может, это связано с ковидом? Нет, не могу сказать, что это связано с ковидом. С ковидом это, конечно, связано, несомненно. Но с ковидом связано вообще взаимодействие врачей и не только профиля реабилитационного. И сегодня об этом на форуме говорил Михаил Альбертович Мурашко. О том, что российские врачи приезжали вместе с абхазскими врачами, оказывали помощь больным с ковидом. Но здесь идет речь о реабилитации и при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. О спортивной реабилитации. И сегодня даже в нашей делегации присутствуют врачи-травматологи, ортопеды, реабилитологи. И они консультированы больных именно как раз по этому профилю. Поэтому взаимодействие идет по разным самым направлениям, в том числе в плане реабилитации после инфекционных заболеваний. У нас еще несколько минут остается. Хочется успеть поговорить и про санаторно-курортный комплекс. Он меняется. Если раньше в основном в санатории приезжали люди пожилые, сейчас люди с семьями и молодые люди приезжают в санаторий. Да. Поэтому гость помолодел, гость санаториев, и нужно делать упор. Гости помолодели. А что значит помолодели? Значит, востребован регион в плане санаторно-курортной отрасли. Молодежь, которая приезжает, они и дальше будут приезжать, если они получили качественные услуги. И это очень важно. И программы, которые должны предлагаться, они должны быть ориентированы не только на возраст ассоциированной заболевания. Они должны быть ориентированы и на профилактику, и на скрининговое обследование. Человек приезжает, он отдыхает. У него как раз есть время, чтобы обследоваться, вывести какие-то слабые места в здоровье. У нас никогда не хватает на это времени. А на отдыхе мы как раз это можем себе позволить. Поэтому формирование программ женское здоровье, мужское здоровье в рамках санаторно-курортного комплекса, конечно, это все перспективно. Если коротко, с чего надо начать? Вот вы понимаете, уже изнутри много лет сюда приезжаете. Это направление туризма, если развивать, с точки зрения реабилитации, санаторного. Это, конечно, здесь должна быть политика государства на это направлена. Потому что, чтобы развивался эта отрасль, должны быть созданы сами санатории. Одного солнца, моря, природы мало. И создание вот таких вот условий для инвестиций, для строительства санаторий современных, конечно, это будет здорово. А самое основное, есть это действительно природные факторы. И вот здесь я должен, хочу вам сказать, очень активно развивается санаторное направление в Белоруссии, например, как ни странно. Они вперед шагнули, и поэтому я думаю, что Абхазия должна тоже в это активно включаться. Евгений Евгеньевич, спасибо, что были с нами здесь в студии, ответили на наши вопросы. Ждем вас еще. Спасибо. А я напомню нашим слушателям, у нас в студии был Евгений Очкасов, ректор клиники медицинской реабилитации, доктор медицинских наук, профессор, академик. Говорили о том, как взаимодействуют российские и абхазские медики в вопросах реабилитации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!